Сила характера и ответственность Как поступить в той или иной ситуации Сегодня в программе мужской разговор Журналист, педагог Главный редактор новой газеты во Владивостоке Андрей Островский За последнее время журналистика Российская вообще и Приморская в частности Заметно изменилась Я бы сказал, что изменилась не журналистика Изменились технологические платформы В первую очередь и в большей степени Это как раз нормальный процесс И в этом крамола, на мой взгляд, нет Больше изменений происходит в сфере технологий Вот в этом плане, безусловно, да Что мы стали другой профессией В этом плане, безусловно Это, конечно, много больше Более глобальные, более фундаментальные изменения Чем коммерциализация Только раз мы идем в одной строке со всем миром Да и в технологических изменениях тоже в одной строке со всем миром За исключением, может быть, Северной Кореи Мы все-таки телевизионный канал И нас, наверное, телевизионные проблемы больше интересуют Сейчас исчезли познавательные, научно-образовательные Просветительские, духовные программы Их просто нет Чем наполнять? Не, 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 не С вами категорически не согласен, что они исчезли Современная тенденция состоит в том, скорее Есть телеканал «Спас» Ради Бога, получайте свою духовность И 24 часа в сутки Если вам хочется жить только духовной жизнью и никакой рукой Живите своим каналом «Спас» А мы хотим разнообразие? Пожалуйста Надо искать его в одном канале Это разнообразие Ищите его в 100 каналах Включите канал «Дискавери» Включите «Хистерик» Включите подобные программы «Моя планета» И вы найдете это разнообразие Смотря на то, что вам интересно National Geographic и так дальше У человека тысячи каналов на выбор Телевизионные YouTube, Instagram, Twitter В Facebook Свои возможности есть В Telegram Тысячи каналов на любой вкус Не обязательно политических Но и познавательных Вот в этом выборе человек, конечно, может потеряться В этом огромном потоке информации Это, безусловно, да Тут как раз не о сужении Надо говорить А наоборот О предельном расширении Вот скорее И этот человек Может забивать с ног И путать Потому что Не всякий Потребитель информации Способен отличить Нормальную информацию От фейковой Не всякий Потребитель информации Способен проверять информацию Вот от сюда И потеря доверия Потеря доверия Начинается там Где ты начинаешь лгать Меньше врете Будет больше доверия Тут как раз Сюда давайте упираться В эти вопросы Тогда все будет почестнее Меньше лжи Больше правды И будет больше доверия, это все просто Это же библейская формула, да, единожды солгавший, кто тебе поверит Да, мальчик кричал волки, чтобы развлечься А потом, когда волки пришли, никто не пришел к нему на помощь Говори правду, и все будет хорошо Вот в чем проблема, говори точную информацию Но сможет ли в таких условиях журналистик конкурировать с тем же Ютубом, с блогерами? Однозначно в этом убежден Потому что я 30 лет преподаю специальности в разных вузах Как раз в Высшей школе телевидения для ваших будущих коллег Когда я это делать начинал в середине 80-х Я прекрасно знал, чему учить детей Чему учить будущих журналистов Каким навыкам, как сейчас говорят молодежь, скиллсам Каким алгоритмам профессии Я все прекрасно понимал, чем их надо обучать Чем дальше шло время к сегодняшнему дню Тем меньше я понимал, чему учить детей И сегодня я им говорю совершенно честно Первокурсникам с другим студентам Что я вас буду учить вчерашнему дню Вчерашнему Немножко сегодняшнему Но не завтрашнему Потому что я не знаю, что будет с нашей специальностью завтра Не знаю Если к вам придет преподаватель, который скажет Я вас научу тому, что будет завтра Гоните его Гоните его, это шарлатан Никто не знает, что будет завтра В данном случае, я говорю, опять же Ни коммерциализации, ни в чем-то другом Исключительно стремительной смене технологий Совершенно стремительной, моментальной смене технологий А на нашем веку было всякое Когда сто лет назад У нас тогда не было, но мы это знаем хорошо из истории Появилось радио Особенно с учетом тотальной безграмотности населения Всем казалось, что ну у тебя газеты Вот если радио нам все расскажет и все услышишь Нормально Газеты выжили, только развились В 40-х годах появилось телевидение То всем казалось Все, газеты умрут, радио умрет Потому что из всех наших пяти Или сколько там, шести, не помню, чувств Обоняние, осязание, тактильность Человек 80% информации потребляет глазками Именно глазками И всем казалось, что это появилось телевидение Ну все, радио, кранты Газета, кранты Журналы, кранты Нет, оказалось, что все выжили прекрасно Все выжили нормально Сегодняшние технологические перемены Они совершенно другого свойства Они радикально другого изменения Потому что раньше, будем честны друг перед другом Мы, мы, журналисты Были единственными носителями информации Неважно, в газете В журнале На радио В телевидении Четвертая власть называли Да, оно и сейчас остается этим Поверьте мне Но вопрос в том, что мы были монополистами И только мы И любой, условно говоря Среднестатистический житель Мог выразить свою позицию Своё отношение к происходящему Только через нас Написать в газету Выступить на радио Если его туда пустят в студию Позовут На телевидении И так дальше Других путей у него не было никаких Вообще, в принципе Так вот, сегодняшняя технологическая революция Она как раз к этому привела Что сегодня на планете 4 миллиарда блогеров 4 миллиарда носителей информации 4 миллиарда создателей контента Я говорю о взрослом, половозрелом населении У которого есть доступ к скоростному интернету Все стали создателями контента В этом произошла технологическая революция Именно вот в этом главная угроза и опасность Если раньше мы были монополистами Только мы создавали контент То сегодня любой блогер Любой ютубер Любой пользователь телеграм-канала Вот именно Для того, чтобы завоевать аудиторию Блогеру нужна Конечно Нужно создавать свой контент В чём принципиальная разница И в чём тут наш выигрыш, я считаю Во-первых, мы более профессионально подготовлены И человек, которого мы учим В той же высшей школе телевидения в ГУЭСе Его учат, как держать себя перед камерой Как выставить свет Как произнести длинную фразу Сложно сочинённую с депричастными оборотами И выкрутиться из этой фразы Ни разу не сказав Ну, эм, как его То есть нормальная речь И прочим вещам Если ты не умеешь нормально говорить Не умеешь держать себя нормально перед камерой Да, это пункт первый Пункт второй Мы опять же учим наших студентов Тому, что если ты хочешь создавать свой канал И свой контент Будь очень тщателен Бережен С той информацией Которую ты А, получаешь И Б, распространяешь Умей её проверять Если ты По линии АБС Одна баба сказала Начинаешь что-то гнать И тебя поймали Раз на неточности Два на неточности Три на неточности Ну, чувак Тебя можно смотреть Только верить тебе никто не будет Вот мы-то должны отличаться тем И выигрывать У 99,9% блогеров тем Что мы создаём абсолютно проверенный Точный Достоверный Подробный И качественный контент Я с тобой на 100% согласен Так а в чём тогда проблема? А проблема заключается в том Что Людям, потребителям Телезрителям Пользователям интернета Им не нужны красивые обороты И им нужна чернуха Не, не, не Это как бы достаточно сложная вещь И спорная с этими согласен Потому что Если бы нужна была чернуха То не выживали бы телеканалы О которых я говорил выше Ни Нашиноджиографик Ни Моя планета Это классические телеканалы Нет, так это каналов, которых чернухи нет в принципе Это познавательные каналы И они шикарно живут Поэтому Я бы не стал говорить опять же Мы говорим о тех, кто сейчас там в Ютубе сидит Нет, да и в Ютубе тоже существует Масса каналов, посвящённых фэшн, моде, спорту Никакой чернухи нет Ты хочешь работать с модой? Создавай качественный продукт Со спортом создавай качественный продукт Если знаешь, что ты на уровне на примитивном уровне Но у тебя ничего не будет Вот здесь наш выигрыш у любого блогера, ютубера В том, что мы технологически более вооружены Профессионально более вооружены Создавай качественный продукт Не неси ахинею Вот только в этом наш выигрыш может быть Конечно, среди блогеров есть прекрасные производители контента У которых сотни тысяч и миллионов подписчиков Я не говорю селебрити У селебрити это по определению У кого-нибудь там Роналду, у Месси Это по определению миллионы подписчиков в Инстаграме Но есть прекрасный Илья Варламов Как к нему не относись Который занимается урбанистикой, современным городом У которого огромное количество подписчиков Почему нет? Он поднимает хорошие проблемы Как должен быть устроен современный город Как организован должен быть трафик уличный Как должны быть устроены общественные пространства Парки, скверки А мат в кадре? Сложная вещь Я к этому отношусь достаточно неоднозначно Потому что вот, знаешь Вот Вот я в прошлом году был 4 месяца в Антарктиде Сложный рейс как бы И были там разные ситуации Достаточно неприятные И да, люди матерятся, отдавая срочную команду С мостикой или там на палубе Это уместно Уместно Ну что тут сделать? Как в бою Когда летчики истребители Не читают стихи Пушкина Это уместно Когда на трамвайной остановке На автобусе Радят со мной матом разговаривать 14-летние школьницы Конечно, мне хочется отправить их Помыть рот с мылом Поэтому опять же Тут надо разделять Надо разделять И у того же Варламова К слову сказать Я не слышу, чтобы там разговаривать только матом Где-то к месту Если пришлось Ну, это культура У Пушкина тоже это можно найти В конце концов Но если это к месту И у модного писателя Прекрасного Захара Прилепина И других авторов тоже Если это к месту Если это уместно То есть Опять же От уровня твоей культуры зависит Если ты только матом умеешь разговаривать И выражать свои эмоции Ну, я не буду смотреть твой канал Как ты считаешь Читателя, зрителя Нужно воспитывать В том числе и словом Тут двойная тяга должна быть Должна быть двойная тяга Двухстороннее движение С одной стороны Как бы мы считаем себя Да, там Носителями культуры Приглашаем в студию людей Экспертов, специалистов С одной стороны Мы можем опускаться На уровень самого последнего читателя Опускаться на его уровень С другой стороны Мы можем пытаться Подтащить сидателя к себе Аудиторию Я не говорю слово читателя Аудиторию Ну, так И аудитория должна Как бы тоже Делать шаги навстречу Или она хочет Учиться и что-то новое узнавать И участвовать в этом Или ей совершенно по барабану Насильно мил не будешь Это же тоже прекрасно понятно Поэтому должна быть Двойная тяга с двух сторон Конечно Всегда у СМИ У публичных людей Которые Владеют выходом Публичное пространство В силу своей профессии Должна быть Некая культурологическая Просветительская миссия И в этом абсолютно убежден Должна быть Безусловно Но опять же Давайте ничего не возвыть В абсолют Мы не можем На силе начать Учить население Поголовно Этикетую Французскому Английскому Испанскому языку Ну, это как бы невозможно Должна быть тяга у человека К знаниям Поэтому это Двухсторонний процесс Однозначно Абсолютно На мой взгляд Бывая в горячих точках Ты ведь можно Мог бы так вот Хайпануть Тут не на чем хайповать Потому что это достаточно Печальная вещь На мой взгляд Я об этом же Я всегда рассказываю Такую историю Вот насчет чернухи Вот опять же Степень этики Когда Владивосток открыли В 92 году Сюда приезжало Огромное количество Иностранных журналистов В московских и иностранных Не потому что Такой великий город Отнюдь В России много хороших городов И Владивосток один из них Не более того Но в силу того Что он много лет был закрыт Именно поэтому Он был интересен Сюда поэтому приезжало Очень много странных журналистов Посмотреть Что такое закрытый город Как он там жил И мы их сопровождали Интервью помогали организовать Все сопровождали Вот я помню Прекрасно их приезжала Съемочная бригада BBC Одна из лучших в мире Телекомпаний На мой взгляд По качеству контента Великолепная компания Они делали серию программ Тогда о России В том числе Ну условно скажем В Москве программа была посвящена Условно говорю Балету Там скажем В Екатеринбурге Промышленности В Иркутске Там Байкалу И какой-то красоте И в Владивостоке Опять же Не надо тут искать подводных камней Они снимали программу о криминале Не потому что Опять же самый криминальный город Еще есть бандитский Петербург И другие города Но вот так как-то они разложили А мы созвонились С пресс-службой Воды Края Вот история Да Все работали очень плотно Давайте поможем ребятам Говорим Будет какой-то у вас выезд Какое-то ЧП Там преступление Позвоните Чтобы ребята могли подъехать Что-то подснять Хорошо Звонят Там криминальное убийство Труп туда-сюда Приезжаем с ними Действительно лежит там Труп какой-то Опера работают Год 93-94 Работают оператором Медэксперты Приехали глистать авизионщики Поставили камеру Метрах в 40 И работают Снимают Я им говорю Как мы работали Говорю Вы можете подойти ближе Тут не запрещено Они говорят А зачем? А зачем? И так понятно Что это убийство Мы снимем Сейчас все покажем Все расскажем Как появился Российский канал Он подошел снимать в упор В спор А ты живу Вот условно говоря И прочее Вот к вопросу Об этике Этика формируется Не один год Это естественно Она долго воспитывается И в журналистах И в аудитории И всем прочим Для меня это было уроком Я понял Как надо работать Это вопрос о горячих точках Вот то же самое Зачем показывать Орванные руки и ноги Это и так понятно Война плохое дело Об этом можно по-другому рассказывать Вот это уроки Это опыт Как бы так смотришь Думаешь Да, действительно Почему нет? Вот этот контент Да, он наверное Будет более адекватным Более востребован Самое главное Нужно быть честным журналистом Это очень сложно Как бы на самом деле Ну по возможности По возможности И в данном случае Говорю о чем? Ну условно Хорошо Честным журналистом Быть еще и опасно Здесь тоже много Как бы стороной проблемы Ну вот давайте По-честному скажем Вот у вас допустим Администрация города Артема Наехала на территории ларечников Вот они стоят Мне там ларьки Начинают их сносить И вы в этом расскажете В эфире Расскажите еще Позицию ларечников при этом Не только одну позицию Но и вторую Детально Кто им давал разрешение Почему эти ларьки здесь стоят Платят налоги Их позицию тоже Расскажите Будет честный сюжет Это же очень просто Вот эти вещи Они как бы кругом же Кругом вокруг нас Вот все просто на самом деле Не сложно А должен ли журналист В таких условиях Занимать чью-то позицию? Тут я опять же Боюсь абсолютизировать Какую-то одну Одну инстанцию Сейчас моя Московская газета Новая газета Большая Московская федеральная Ведут большую кампанию Уже несколько месяцев По лекарствам В СМА Это спинально-мышечная атрофия Страшная болезнь Потому что ребенок Доживает до 2-3 лет Лекарства в нем Не внесены в федеральный список Хотя стоят миллионы рублей И на газете бьется Там публикуют фотографии Детей, которые еще живы Но могут завтра умереть О том, что надо Вот додавить правительство Додавить Минздрав Чтобы это было внесено И чтобы покупали Естественно, что газета Прямо занимает позицию Одной стороны Вот только одной стороны Нам не интересна Позиция Минздрава Чуваки, эти дети умирают Вот что вы там будете говорить Забейте себе плашмя в задницу Ваша позиция неинтересна Грубо говоря Хотя идут запросы Там ответы Голикова, Скорцова Публикуются в газете тоже Но это позиция вторая Вот позиция родителей Из детей для нас первичной будет Вот есть такая история Разные бывают истории Но идеально в любом конфликте Конечно, нужно освещать две стороны Безусловно В каком-то экономическом конфликте Политическом В каком-то еще Конечно, по идее, обе стороны Три, могут быть, четыре стороны Контенсировать многосторонне По-хорошему, конечно, да Абсолютировать нельзя Я, опять же, вот из области Рассказа со студентами Я привожу такой пример Когда пытаюсь подчеркнуть им Запредельную циничность Нашей профессии Она, безусловно, циничная профессия У нас, что и говорить Вот такой пример Вот тот человек, который нас снимает Его должность называется По-английски камерамен Это человек с аппаратом Это может быть оператор, фотограф Не важно Я вам говорю студентам Представьте себе, что вы камерамен Вечер пятницы Вы идете с работы Камерамен нормальный Он никогда не расстается со своим аппаратом Или камера висит на плече Или фотоаппарат Он не расстается Пятница, пятница Господи, счастье-то какое Рабочая еда закончилась Вы идете домой с работы По аллее Дома кругом Еще раз Вечер пятницы На плече Висит камера зачеркленная У вас в руках бутылочка пива Ну, пятница же вечер Да Вы идете домой Попиваете это пиво А у человека У голубя там 360 Он видит 360 Человек видит 180 У нас такая развертываешь Мы видим 180 И вы очередной раз Запрокинули эту голову С бутылкой пива И видите Вот этим краем глаза Что вот там вот На четвертом или пятом ложе Открыто окно Стоит ребенок Он сейчас будет падать Вот он стоит ребенок Кто-то родители Открыть, непонятно что Он будет падать У вас на решение Две секунды Или вы срываете пиджак И пытаетесь его поймать Подсечь Потому что Пожарные же на батут Ловят, не ловят Подсекают Или значит Вы хватаете камеру Начинаете снимать С этого ребенка Вы камерамен Ваши действия У вас две секунды Поехали Студенты начинают Тупить и на меня смотреть И уже бурно спорить Что делать действительно Стоит дошел Декамерамент профессиональный К вопросу цинизмной профессии Они начинают спорить Сражаться между собой Там в общем Потом После бурного спора Спрашивают меня Говорят Что делать-то надо Как действительно Что делать-то в такой ситуации Я говорю А вот вы каждый раз Будете решать сами В каждой деле Ответа нет на этот вопрос Казалось бы Ответ понятен На поверхности лежит Простой ответ Как сказал Достоевский Весь мир не стоит Слезинки Одного ребенка И конечно Пойдем отсрывать себе Пиджак, куртку И пытаться ребенка поймать Конечно Это первая реакция Да Казалось бы Да Это действительно Это наверное Правильная реакция Да Но вот Знаете Я вам что скажу еще Вот нам каждый год 22 июня И 9 мая Вот это скоро будет Уже через полтора месяца Опять же юбилей Нам будут показывать Огромное количество Документальной хроники И мы будем видеть Как бегут солдаты В атаку И падают Вот они бегут И падают Чьи-то мужья Чьи-то дети Чьи-то отцы Чьи-то братья Они падают убитыми Оператор снимает В это время Оператор А что ты, сука, снимал Сядь за сошкой пулемета Может эти парни Остались бы живы И кому-то вернулся бы Отец, муж, сын Но он снимал Прав он был или нет? 100% был прав Оператор Про ребенка тогда Как вы мне скажете? Вот я и говорю Что это Секундочку Да, это была его работа Так вот здесь тоже Я понимаю, что Возможно, сейчас говорю О цинизме профессии Возможно, если я сниму Этого ребенка И мы сделаем ролик И скажем Родители Не будьте дебилами Присматривайте за своими детьми Не дай Господь Вы отвлеклись Смотрите за детьми Может мы спасем Еще 50 жизней Или 500 Или 5000 Я не знаю этого Вот это просто Вопрос о цинизме О том, что Нет готовых решений И нет готовых алгоритмов Поэтому очень страшно Все абсолютизировать И говорить Вот все стало таким Нет Давайте говорить более гибче Или поступать только так Нет Бывают разные ситуации в жизни Жизнь шире наших представлений Она слишком богата Разными вариантами Комбинациями В которых ты можешь оказаться У нас непростая профессия К сожалению И она, конечно, очень циничная Тут этого никуда не денешься Потому что Циничная еще и агрессивная Ну, как себя вести Я бы не полез С вопросами к человеку Который не хочет На них отвечать Когда в 2011 году Произошла в Японии Страшная катастрофа Цунами Когда погибло Более 20 тысяч человек Фукусима Все вместе с ним связано И мы сразу улетели В командировку И приехали в такой городок Крохотный Под названием Мина Мисанрику И нам нужно было поговорить С несколькими Выжившими людьми Но там ходит парень молодой Он успел забежать в гору То постарше Не успели забежать в гору Вот он ходит У него совершенно стеклянные глаза Он ходит просто Такой непонимающий А нам надо с ним поговорить Ну, вот Ну, что это Агрессивное поведение Или как Ну, как-то пытались Мы с ним поговорить Что-то нам отвечал Переводчик был, конечно Это очень как бы неприятно Потому что Ты не то, что Лезешь человеку в душу Ну, это очень как бы Вот у него там Ну, его погибли все И вот что Вот как Журналист оправдывает Сам себя тем Что это моя профессия Я должен это сделать Да, безусловно Но, опять же Не надо абсолютизировать ситуацию Бывает, что у человека Какое-то горе Там кто-то умер Ну, разные бывают вопросы Вот смотри Сейчас все говорят Почему начнут вопросы этики Вот мы к нему снова возвращаемся Вот есть какие-то границы Которые переступать не стоит Вот в чем дело Просто-напросто Все средства массовой информации Говорят о коронавирусе Что это Да Ну, это тема планетарная И, наверное, это правда Планетарная тема Да, наверное, это правильно И нам говорят Ребята, вы побольше рассказывайте Вы просвечайте Как уберечься Приглашайте людей Которые специалистов Которые знают Которые из морально прав Ну, чем вы говорите Безусловно А может быть Мы как раз сейчас Если муссируем Тему коронавируса А что-то главное Пройдет мимо нас Действительно Как бы есть такие темы С которых нельзя Прятать голову в песок Если мы говорим О планетарной пандемии Ну, как бы Это угроза каждому И действительно Тут Опять же То, о чем вы только что сказали Это же очень важно Просветительская функция Да Она и начинает работать Как бы Действительно Как себя вести Как уберечь близких Как-то особенно пожилых Это крайне важно Тем более что Но тут Вот мне кажется Очень важным Чтобы с этими моментами Выступали не мы Потому что Я не имею Об этом говорить Морального права Я не микробиолог Я не вирусолог Я не специалист А что выступали люди Ищут на это моральное право Мы предоставляем эфир Вы предоставляете Газетное полоседие Экспертам Конечно Тем, кто имеет На это моральное право Конечно, это крайне важно Безусловно А найдется ли место Вот в вашей газете И в нашей телепрограмме Другой новости Которой Людей Найдется однозначно Найдется Конечно найдется Конечно Ну, просто Можно же Эту тему подсвечивать С разных сторон Ну, допустим Вот у нас Сейчас готовится материал Он будет посвящен Эпидемии Китайской чумы Во Владивостоке По-моему 90 или 100 лет назад О том опыте, который был тогда То есть Мы сейчас рассказываем Условно говоря Про события в Китае Про события в Италии Там, в Москве Давайте говорим Про локальный опыт Это очень интересно На мой взгляд Это исторический материал Это ретропректива Гляд внутрь Есть масса тем Которые обсуждаются В любом случае Будут обсуждаться Потому что Допустим Коронавирус Показал Да, вспышка в Китае Показала Что вся наша болтология Власти Не знаю Там на каких уровнях Власти Вся наша болтология Стратегии Продовольственной безопасности Регион Остается не более чем Болтология Когда мы столкнулись С тем, что у нас Овощей не стало Ребят, ну как бы А где ОПХ Дальневосточный Который у вас Кстати говоря Находится В вашем непосредственном Муниципальном округе Какова его судьба И почему вы Эту судьбу довели Это к вопросу Продовольственной безопасности То есть Мы от коронавируса Давайте перейдем К другим вопросам И в массу других Поворотов во все стороны Могут быть Ты знаешь Я думаю Что все будет хорошо Я надеюсь на это Если будет все хорошо Не в июне Может все хорошо Будет осенью Посмотрим Когда-нибудь будет хорошо Да Но если даже Олимпиаду на год сдвинули Ну что тут сделать Вот о чем мы с тобой Сейчас поговорили Ну казалось бы Ни о чем И тем не менее О очень многом Ну дай-то Бог Как бы Чтобы это было полезно Потому что Я настроен объективно Полезно будет тем Кому это интересно Ну условно так Но Как говорил Казин Апрутков Нельзя объять необъятный Нельзя быть интересным Всем и каждому У всех людей Свой интерес Еще раз говорю Кто-то смотрит С утра до вечера Национальный географик Кто-то смотрит Театхистори Кто-то смотрит Ную планету Кто-то телеканал спас Ради Бога Я никому ничего Хотя не хочу Ничего никому навязывать Это как бы Насильно заставляет Смотреть только вот это Это может быть Самое страшное Что может быть Это Северная Корея Или наше Гостелер радио В 80-х Не надо Пусть у каждого Будет свой выбор Пусть каждый смотрит То что хочет Пусть каждый ищет То что хочет И просто другое Пусть он учится Выбирать С точки зрения Что это проверенная информация Что это достоверная информация Что это подробная информация Проверенная С разными позициями Вот в этом плане Пусть каждый выбирает свое Это будет хорошо и прекрасно Ради Бога Мы же не шестеренки Мы же все разные люди Нас не вытачивают На заводе одинаковыми Поэтому Это было бы здорово Если бы все были разными И каждый воспринял мир по-своему Это главное О чем хотел сказать Известный приморский журналист Андрей Островский Каждый сам выбирает То, что хочет выбрать То, что хочет смотреть Конечно То, что хочет читать Конечно И не дай Бог Никому ничего навязывать И говори Всем только это смотреть Не дай Господь Возвращение в эту В эту историю Которая была Я категорически противник